Чек-лист на будущее время духовного очищения только раз в году. Медиахолдинг Бобруйской Житё отмечает два дня рождения. Кому отправить поздравительные смс. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели. А те, кто видел всё своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Новая конституция, средняя зарплата и посмертное звание. Лётчики, погибшие под Барановичем, стали героями Беларуси. Такова цена жизни. Чек-лист на будущее. В городе прошла конференция по продвижению целей устойчивого развития. На первом месте это достойная работа, заработная плата, экономический рост, здоровье населения. Что представил Бобруйск? На языке жестов. Папа, я не знаю, где, где? Хорошо. В школе-интернате для детей с нарушением слуха открылся единственный в стране спортивный класс. Кто тренирует будущих чемпионов. Кожаный аутфит. Бобруйский комбинат посетил деловой партнер из Турции. Работа с кожей – самая сложная в мире. Это работа, требующая соответствующих технологий. Почему наше сырьё в топе у европейцев? Небо под защитой. В первом радиотехническом центре уволили срочников. Поощрение лучших военнослужащих, которые на протяжении всего периода службы зарекомендовали себя. Как охраняют воздушную границу. 1461 день в эфире. Главная наша задача – это писать о событиях и людях этого города. Телеканал «Бобруйск-360» отмечает своё четырёхлетие, с чего начинается утро главного редактора. Новая тревога, смертельная авария и очередной бэби-бум. В Исландии прогнозируется рекордный уровень рождаемости, чем он вызван. Помочь тем, кто попал в беду. Президент посетил логистический центр рядом с пунктом пропуска Брузги на границе. Александр Лукашенко лично проверил, как обустроен быт людей. Для беженцев здесь созданы все необходимые условия, чтобы они могли обогреться, помыться, нормально переночевать и питаться. После президента пообщался с людьми. Белорусский лидер заверил, Минск не будет насильно никого возвращать домой, если мигранты сами этого не хотят. Из Беларуси, напомним, уже было эвакуировано на родину около тысячи человек. Просто человеческий мой вам совет. Вы, пожалуйста, определитесь. Определитесь, как вам лучше. Или домой. Или будете терпеть эти невзгоды и лишения и стремиться в ту же Германию на запад. Или у вас будут какие-то другие цели. Подумайте. Единственное скажу. Лучше, к сожалению, пока не будет. Я вам обещаю, все, что я могу сделать и органы государственной власти Беларуси, мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западное государство вам помочь. Президенту можно было задать любой вопрос. Открытый микрофон для всех желающих. Беженцы, в свою очередь, поблагодарили Александра Лукашенко за гуманитарную помощь и крышу над головой. В честь белорусского лидера звучали неоднократные овации. Между тем, обстановка на границе по-прежнему остается накаленной. Люди уже 21-й день не теряют надежды попасть в Европу. Жизненная стратегия. В Бобруйске обсудили цели устойчивого развития районов Могилевской области. Среди спикеров представители регионов и даже иностранные эксперты. Большой акцент на экологическом существовании, переработке и безотходном производстве. Как это работает на деле, давайте разбираться. В Бобруйске гости со всей области. Представители регионов съехались на конференцию по продвижению целей устойчивого развития. День начинается с экскурсии по градообразующему предприятию. Белшина – один из самых крупных заводов в Европе. Выпускает более 300 типоразмеров шин, в том числе сверхкрупногабаритных. Бренд завоевал высокую репутацию как у отечественных, так и у зарубежных потребителей. Дальше участники переходят к основной части конференции. Бобруйск, конечно, был выбран не случайно. После подписания областной стратегии, Бобруйск, как крупнейший послеобластного центра город, не мог не включиться в эту работу. И действительно, мы плотно, буквально начиная с января и февраля месяца, работали над пошаговой стратегией разработки концепции устойчивого развития. Очень много инициативных людей было занято в этой работе. На встрече присутствуют и иностранные эксперты в онлайн-формате. Спикеры из Германии делают акцент на осознанном потреблении и защите климата на местном уровне. Отмечают, действия каждого города влияют на всю страну. В вопросах устойчивого развития важна поддержка государства и вовлеченность граждан. Мнение экспертов, оно для нас очень важно с той точки зрения, что они участвуют в ряде интеграционных процессов в рамках Европейского Союза, в рамках мероприятий, которые есть в рамках Организации Объединенных Наций. Они имеют доступ, прямой доступ к определенной аналитической информации. И вот мы делимся этой аналитической информацией, от них получаем общее видение. Участники выступают со стратегиями развития для своих районов. Среди них и Бобруйск. Планов много. Реконструкция крепости и поиск новых туристических путей. Также открытие вуза для притока молодежи. Разработка задач в первую очередь – диалог с жителями, экспертами и предприятиями. Для этого даже создана специальная виртуальная анкета. На данный момент обработано, наверное, более двух тысяч анкет. На первом месте – это достойная работа, заработная плата, экономический рост, здоровье населения. Эти темы, которые, я думаю, волнуют абсолютно каждого жителя, каждого региона республики. Важный пункт – подписание деклараций с двумя бобруйскими предприятиями. Они присоединяются к достижению целей устойчивого развития. Основа для спецэкоклининга – экологический аутсорсинг. «Экобер-Про» ориентирован на переработку и использование вторичных материалов. Работают с автомобильными шинами импортного и отечественного производства. Продукция – незаменимая часть детских и спортивных площадок, залов аэробики и танцев. Фирменная резиновая плитка – уникальное травмобезопасное покрытие. Ее можно встретить как на крыльце городских зданий, так и на школьных стадионах бобруйска. Актуальность стратегии устойчивого развития для нас является не только увеличение объемов переработки отходов и создание каких-то ценностей, а также и вовлечение в этот производственный процесс получаемых нами же этих отходов и также создание полезных и важных товаров для общества. После участники обмениваются опытом за круглым столом, предлагают новые идеи. А это еще один шаг к достижению цели. К слову, Могилевская область первая среди всех регионов подписала стратегию устойчивого развития до 2035-го. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Азбука безопасности. В Бобруйском горосполкоме обсудили итоги и планы работы по выполнению директивы номер один. Деятельность правоохранителей и служб спасения, безопасность дорожная и на производстве – это малая часть задач и вопросов, которые закреплены в документе. Работа в этом направлении ведется практически в круглосуточном режиме. Главное оружие в борьбе – профилактика. Преступление, домашнее насилие, алкоголизма, гибели людей. Здоровые и безопасные условия труда – цель, которую ставит перед собой государство. И здесь цифры говорят сами за себя. За январь-октябрь 2021 года недопущено роста травмированных на производстве к аналогичному периоду прошлых трех лет. Хочу отметить, что по оперативным данным на сегодняшний день число работников, получивших тяжелые производственные травмы, снизилось на один с 13 в 2020 году до 12 в текущем году. Еще одним положительным моментом является отсутствие смертельно травмированных на производстве. Что касаемо криминогенной обстановки в городе, статистика гласит, большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Тема пожарной безопасности также в центре внимания. Отопительный сезон – время большого количества происшествий, поэтому принято решение активизировать работу в этом направлении. И все-таки каждый должен помнить о личной ответственности. Только соблюдение всех правил и законов поможет нам сохранить здоровье, свое и близких людей. Проделенный паспорт, зеленый номер и новогодний экспресс. Белорусская железная дорога пустит дополнительные поезда на предстоящие праздники. На какие числа планировать рождественский уикенд? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на финишную прямую. Основные моменты еще раз обсудили во Дворце независимости. Закреплен и статус Белорусского народного собрания, перераспределены полномочия между органами власти, сформулированы переходные положения. Немаловажная задача, которую поставил президент – разъяснить белорусам изменения, которые предлагаются в Конституцию. Летчикам, погибшим под Барановичами, присвоили звание Героя Беларуси. Указ подписал президент. Напомним, пилоты Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко во время выполнения тренировочного полета столкнулись с отказом техники и ценой своей жизни увели самолет от жилых домов. Трагедия произошла 19 мая. Срок действия документов продлевается еще на полгода. На протяжении шести месяцев белорусы могут обратиться за новыми справками в удобное для них время. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и ранее не был продлен, то он автоматически действует до 1 июня 2022. Количество активных пользователей электромобилей к концу года может увеличиться до 5000. Это станет возможным благодаря дополнительным льготам и преференциям относительно использования зеленых машин и развития зарядной инфраструктуры. До начала 2022-го обслуживать электрокары на территории страны будут около 600 станций сети Маланка. Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 1478 рублей 90 копеек. Она стала на 36 рублей больше, чем месяцем ранее. Речь идет о сумме до вычета обязательных отчислений. Традиционно самая высокая зарплата у жителей столицы – около 2000. Белжида назначила 67 дополнительных поездов на время новогодних и рождественских праздников. Составы с 27 декабря по 9 января будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам. Подробную информацию можно найти в мобильном приложении «Быче» «Мой поезд», а также по телефону контакт-центра 105. Им важно быть услышанными. В Бобруйске открылся единственный в стране спортивный класс для детей с нарушением слуха. Программа направлена на адаптацию в обществе. Уроки проходят с применением специального оборудования. В деталях инклюзивного обучения разбиралась Ольга Васенда. Эта группа уникальная в своем роде. В специальном классе по плаванию – пять мальчиков и девочка. Дети особенные, но, несмотря на нарушения слуха, старательные. Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. В начале – разминка, после погружения в воду. Сейчас юные спортсмены практикуют бетерфляй, кроль на спине, брас и вольный стиль. Инструктор признается – он тренирует будущих чемпионов. Очень многие родители, на примере моих детей, которые занимаются два года и больше, они говорят, что дети приобретают больше силу голоса, крепнут связки. И в плане построения фразы они начинают строить фразы более сложного компонента. Единственный в Беларуси спортивный класс открылся в школе-интернате для детей с нарушениями слуха. Они, как и обычные ребята, изучают русский, белорусский, историю и математику, только читают по губам и общаются жестами. Здесь шестиклассникам помогают максимально использовать остатки слуха. Несмотря на спортивный уклон, речевые навыки пригодятся в любой сфере деятельности. На базе учреждения образования создан процедурный и кабинет амбулаторного приема. Здесь практикуются светолечение лампой Биоптрон, дарсонвализацией и магнитолазерная терапия. Есть и полный комплект оборудования для проведения аппаратного массажа. При планировании профилактических мероприятий основной упор делается на оздоровление именно лор-орган. Для этого у нас есть кабинет врача-отериноларинголога, где проводится осмотр, и также есть возможность проведения аудиометрических исследований. Дети вовлечены не только в учебный процесс, но и в творческий. Сейчас проводится выставка «Символы моей страны». Такой хендмейнт для шестиклашек – возможность раскрыть потенциал и показать свои способности. В ход идут краски, карандаши, цветная бумага и ножницы. Основным направлением воспитательной работы на сегодняшний день, конечно же, является патриотическое воспитание. И для этого мы создаем ребятам условия. Есть общественные организации в школе-интернате и участвуют во всех мероприятиях, которые соответствуют этому направлению. Особое внимание и к рациону питания. Он составляется с учетом возраста, диагноза и сезона. Обязательно высчитывается соотношение белков, жиров и углеводов. Процесс контролирует диетолог. Сегодня на обед щи, салат из морской капусты и картофельное пюре со шницерем, плюс томатный сок. Также здесь ежедневно проводится С-витаминизация первого и третьего блюда. В школе-интернате обучается 101 ребенок, 88 – инвалиды по слуху. У остальных установлены специальные импланты, но восприятие звуков и речь у детишек все равно нарушены. Здесь организованы две дошкольные группы и 15 общеобразовательных классов. С воспитанниками занимаются квалифицированные специалисты и учителя-дефектологи. Создана вся необходимая база для работы с детьми с нарушением слуха. Но однозначно, конечно, нам хочется большего. Нам хочется развивать нашу материальную базу. Интерактивные те же доски, которые будут помогать развиваться нашим детям. Визуализация, чтобы была. Потому что это очень важно именно для наших детей. Для особенных школьников разработаны специальные образовательные программы. Они направлены на адаптацию в обществе. Обучение проходит с применением оборудования, которое помогает преподавателям и детям понимать друг друга. Ведь этим ребятам, как никому другому, важно быть услышанными. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Влюбленные в белорусское небо. Солдат-срочников первого радиотехнического центра уволили в запас. Сейчас здесь служат 20 защитников. Мониторить воздушное пространство и госграницу помогают новинки и техники. Они обнаруживают цель на расстоянии до 400 километров. Проверка связи. Родина сказала надо. Он ответил есть. Егор Бернацкий всегда знал, что будет служить. Военная специальность. Оператор радиолокационной станции. До призыва парень успел получить и гражданскую. Окончил железнодорожный техникум в Гомеле. Армейские будни проходят за монитором. Главная задача следить за летательными объектами. На этом радаре появлялся даже борт номер один. В сентябре к нам в Бобруйск прилетал главнокомандующий Республики Беларусь. Самолично сопровождал его. Вел с Минска до Бобруйска и с Бобруйска назад до Минска. Сопровождал. Видел его все расстояние. В радиотехническом центре срочную военную службу проходят 20 человек. Сержанты, контрактники, прапорщики еще 28. Плюс 15 офицеров. Для Егора и еще троих солдат сегодня звучит команда отставить наряды и дежурство. Мужчины увольняются в запас. Вчерашние командиры благодарят их за службу. Торжественный марш завершает ритуал. Поощрение лучших военнослужащих, которые на протяжении всего периода службы зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Поощрения бывают разные. Сейчас военные всего мира идут по пути внедрения новинок технического прогресса. В этом смысле войска радиолокационной разведки традиционно в лидерах. Они способны обнаружить летательный аппарат противника на расстоянии до 400 километров. Остаться незамеченными нет шансов. На вооружении у нас стоят радиолокационные станции различного типа, радиосавтомеры, а также навешившие комплекс средств автоматизации. Постоянно выполняем задачи исключения боевого дежурства. Это подготовка личного состава в ходе проведения учений, мероприятий, боевой подготовки. Радиотехнические центры круглосуточно несут боевое дежурство по всей стране. Их главная задача – мониторинг воздушного пространства и госграницы. Комплексы, которые стоят на вооружении, позволяют эффективно противостоять любому неприятелю. А значит, белорусское небо под надежной защитой. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Долгосрочное сотрудничество. Бобруйский гожевый комбинат посетил предпринимателей с Турции. Джамиль Чаглар – владелец производства в городе Бурса. Бизнесмен занимается переработкой кожи от стадии сырья до готовых изделий. В основном это женская обувь и галантерия. В Бобруйский иностранец приехал пообщаться с партнерами, посмотреть новинки и удостовериться в качестве продукции. Я много лет торгую кожей из Беларуси. Работа с кожей – самая сложная в мире. Это работа, требующая соответствующих технологий. Оборудование должно быть современным, а персонал – обученным. С Бобруйским кошкомбинатом мы сотрудничаем уже много лет. Иностранец заказывает полуфабрикаты «Бетблю» и «Краст». Натуральную кожу без лицевой отделки и в основном крупного рогатого скота. Продукция из Бобруйска в Турцию экспортируется несколько раз в год, как правило, объемными партиями. К слову, бизнесмен занимается кожей уже в четвертом поколении. Пора переобуваться. ГАИ проводит республиканскую акцию. Наряды ТПС проверяют, готовы ли авто к зимнему периоду. Тем временем первый снег стал причиной многочисленных аварий. Есть жертвы. Юрий Кантаев – водитель с пятилетним стажем. Семейный автопарк в зиме, признается мужчина, подготавливает еще в ноябре. Проверяет исправность тормозной системы, меняет моторное масло, заливает незамерзайку. Обязательно в чек-листе и балансировка новой зимней резины. Чтобы шины хорошо сели на диск и безопасность свождения была на высшем уровне. Из подготовки не осталось ничего. У меня, в принципе, две машины. Все жидкости поменены, аккумуляторы заряжены. Поэтому танки в полной боевой готовности. Важный параметр – остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Резина с большим износом запрещена. Это опасно на дороге. Управление автомобилем может выйти из-под контроля. Замена шин – комплексная услуга. В нее входит разборка, сборка, балансировка. По времени займет не больше часа. Стоимость – около 40 рублей. Специалисты рекомендуют дополнительно зашиповать резину. Одна покрышка обойдется в 25 рублей. Здесь же можно исправить дефекты на дисках. Цена на услугу варьируется от 7 до 20 рублей. Поездку в автосервис откладывать на потом не стоит. Последние дни ноября – самая горячая пора. В среднем где-то в день перебывается минимум, я думаю, машин 15. Поэтому затягивать до последнего нельзя, потому что выпадет снег. У нас, как правило, все вспоминают, когда только видят снег. Первый снег застал автомобилистов врасплох. Накануне зарегистрированы десятки аварий по всей стране. Утро тоже началось с трагичных новостей. На 183-м километре дороги Минск-Могилев погиб 53-летний водитель трактора. В него врезался попутно движущийся Ситроен. Сельхозмашина перевернулась. Мужчина скончался на месте происшествия. Сотрудники ГАИ призывают быть предельно осторожными за рулем, учитывать обстановку на дороге и погодные условия. Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям перед началом движения очистить свои транспортные средства от снега, наледи, проверить работу отопительного оборудования автомобиля, исправность аккумуляторной батареи. С 1 декабря Госавтоинспекция начнет проводить рейды. Нарушители заплатят рублем. Стоит помнить, даже малейшая неисправность машины при движении по скользкой дороге или в момент выпадения обильных осадков может привести к непоправимым последствиям. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Особое меню. Православных верующих начался рождественский пост. Продолжится он 40 дней и завершится на светлый праздник Рождества Христова. В это время церковь предлагает не только воздерживаться от потребления мяса, яиц, молочных продуктов, но особое внимание прежде всего направить на духовное очищение и обогащение. Необходимо чаще посещать богослужения, молиться и причащаться. Также наладить отношения с родными и отпустить обиды. Цель поста – это очищение души, ее обновление в лучшую сторону. В лучшую сторону – очищение самого человека, каких-то плохих мыслей, плохих действий. И вот средства к этому как раз и есть ограничения в пище, молитва, дела милосердия. Более строгим становится пост со 2 по 6 января. А в последний день пищу принимают не раньше, чем появится на Востоке первая звезда. Новый штамм, смертельная авария и горячая пыль. В Кемеровской области скорбят по погибшим шахтерам, что привело к трагедии. Далее обзор громких мировых заголовков. Туристический автобус горел на трассе в Болгарии. Погибли 46 человек, в том числе 17 детей. Выжили только семеро. Они доставлены в больницу с ожогами и переломами. Путешественники направлялись с экскурсией в Стамбул. Автобус врезался в дорожное заграждение и загорелся. По одной из версий водитель мог заснуть за рулем. По другой сказались сложные погодные условия. В Кемеровской области скорбят о жертвах аварии на шахте Листвяжная. Там погибли 52 человека. Причина по сообщениям властей – взрыв метана и отравление продуктами горения. В момент трагедии под землей находилось 285 горнорабочих. Многим из выживших нужна медицинская и психологическая помощь. Что именно привело к крупнейшей с 2010 года аварии, еще предстоит разобраться. Вслед за Израилем и Великобританией сообщения с несколькими странами Африки, где был обнаружен новый штамм коронавируса, останавливают Германию и Италию. Он был впервые выявлен в Бацване и ЮАР. По словам ученых, этот вариант содержит во много раз больше мутаций, чем уже известные штаммы. Это значит, что он может быть более заразен и менее устойчив к существующим вакцинам. Более 30 мигрантов погибли в проливе Ла-Манш по пути из Франции в Великобританию. Лодка с нелегалами, в которой находилось порядка 50 человек, затонула в районе Кале. Международная организация по миграции заявила, эта трагедия стала самой крупной с 2014-го. Исландия столкнулась с новым бэби-бумом, связанным с локдауном во время эпидемии. После банковского фиаско 2010-го и потери рабочих мест в стране уже был зафиксирован сенсационный рост рождаемости. Этих младенцев в шутку называли детьми финансового кризиса. Что-то похожее происходит и в этот раз. Ожидается, что уровень рождаемости намного превысит прежний рекорд в 5000 младенцев. В свете софитов телеканал Бобруйск-360 отмечает свой день рождения. Вот уже 4 года ведущий информационный ресурс города ознакомит жителей области с самыми горячими новостями и громкими происшествиями. 103-летний юбилей празднует и одна из старейших газет «Бобруйское житё». Именно на ее базе создан современный медиахолдинг. Далее покажем один день из жизни главного редактора. Рабочий день начинается с проведения планерки. Ну что ж, коллеги, давайте запланируем наш номер. У каждого уже есть, насколько я понимаю, свои темы. Кто что хочет предложить. Для того, чтобы увидеть для себя и для своих коллег оперативную картину дня, а как же мы будем работать, собственно, этот день и, возможно, ближайшие такие планы на неделю и даже на месяц. Дальше это уже непосредственно рабочие моменты. Это постановка каких-то задач, это контроль материалов. Покажи мне последние новости на сайте. Мероприятие сегодняшнее уже разместили? Да, разместили. Замечательно. Сколько у нас на сегодняшний момент пришло рекламы в газету? Ну, сегодня уже все заполнено, мы готовы все встать, все рекламные полосы. Давайте посмотрим наш прошлый выпуск. Это наш план номера, и наркотики у нас снились. И теперь у нас получается... Остается три. Первая, двадцать седьмая и тридцать вторая. С следующего года, уже с января месяца, мы переходим на 24 полосы газеты. При этом мы сохраняем все наши рубрики. Единственное, что мы некоторые материалы будем подавать в более короткой, скажем так, форме, более светильной. Сделано это, в принципе, для того, чтобы разнообразить многие материалы, то есть не растягивать их там где-то не нужно. Плюс для медиахолдинга это даст то, что больше все-таки сил и ресурсов мы можем уделить сети интернет. Потому что мы видим возросший спрос на потребление информации именно через интернет. Да. Можно? Да, конечно. Можно? Спасибо. День главного редактора у нас в медиахолдинге довольно хлопотный, потому что приходится одновременно, скажем так, работать и учитывать интерес на разных площадках. Это и газета, и телевидение, и радио, и интернет-порталы. Причем все они работают в абсолютно разном ритме. Главным достижением нашего медиахолдинга было то, что на базе газеты мы смогли создать городское телевидение и городское радио. Каждая площадка развивается. Сегодня, допустим, радио – это полноценная радиостанция, где есть эфир именно наше производство. Это шоу, это новости, которые идут практически 24 часа в сутки. Это огромное количество розыгрышей, это популярные соцсети. Ну, я считаю, что радио идет много со временем. Что у нас сегодня по вечернему шоу? По вечернему. Значит, в начале часа будут разобраны приметы дня, ну, наших предков и так далее. И мы сравниваем их с нынешним временем. Что-то устарело, что-то ушло. Телевидение, в принципе, это тоже 18 часов вещания. Это современные, либо классические фильмы, сериалы, которые интересны самым потребителям. Плюс, естественно, основной, наверное, упор – это все-таки городские новости, потому что самое интересное и главное – человек может узнать из новостей, что же происходит вокруг него в его любимом городе. Суфлер, камеры готовы. Запись. Запись. Дайте мне вторую камеру. Китай. Работа по подготовке изменений Конституции вышла на перешетку. Суфлер, еще раз обсудили, но цель зависимости. Во многом особенности связаны с спецификой производства. То есть, если в газете это может быть один журналист работать над материалом, либо журналист и фотограф, то телевидение – это обязательно съемочная группа полноценная. Это водитель, оператор, корреспондент. Дальше это все дело уходит к видеоинженеру. Дальше это шеф-редактор, это выпускающий. То есть для производства даже самого небольшого материала задействовано довольно много людей. Главная наша задача – это писать о событиях и юлях этого города. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова